У человека, на которого мы воздействуем, постоянно должен возникать вопрос Как это происходит? Не просто один раз это должно быть, а вопрос должен быть всегда Разные вопросы, то есть вы начинаете коммуникацию с мужчиной, с любым Значит, у него возникает первый вопрос, ты сказал ему что-то, да? Ты сказал, я тебе кое-что знаю У него возникает вопрос, что конкретно? Следующее, ты ему даешь ответ Ответ какой должен быть? Какой? Ответ должен быть тот, которого он не ожидает Что это может быть? За тобой следят Ну, за тобой следят, он не ожидает, хорошо За тобой следят, должна быть какая-то конкретика, почему ты это говоришь Иначе он не поверит Есть такое важное правило, он должен сказать про себя, верю Потому что если он про себя скажет, не верю, да? То следующая твоя интрига работать не будет То есть следующая интрига, ответ на вопрос задает следующий вопрос Значит, этот вопрос может быть или что дальше, да? Или что она знает еще, или что будет дальше? Что будет дальше происходить? По принципу интриги выстраивается не только коммуникация, выстраивается еще и действие Охотницы любой То есть ваша задача, чтобы человек все время думал про себя Что будет дальше, да? Каждый раз, если у человека не будет вопроса, что будет дальше Или что она скажет дальше То тогда ему станет неинтересно, он быстро слетит Это первый принцип То есть всегда должны быть вопросы Постоянно, когда ты общаешься с мужчиной У него должен в голове быть вопрос Зачем она со мной общается? Что она скажет дальше? Что она про меня знает? Кто она такая? Как ее зовут, да? Вот когда принцип заинтересованности и показатель интереса Это когда мужчине становится интересно, что ты из себя представляешь И он начинает это выдавать То есть он начинает сам спрашивать Чем ты занимаешься? Откуда ты взялась такая интересная? И так далее И каждый ответ на вопрос Это повод заинтриговать его дальше Второе правило Развития эмоций Это что? Это называется Драматическое перипетие В классике Это перепад состояния Из состояния Икс На противоположное Ну это у вас Знаете, что это у вас было? Наверное, Андрей говорил вам Уебал, налезал Такие вещи, да? На самом деле На самом деле Это перепад состояния на противоположное Это общий принцип Просто это частный случай То, что Андрей рассказывал Общий принцип Перепад состояния на противоположное То есть, например Негатив Позитив Надежда Отчаяние Любовь Нелюбовь Удовольствие Неудовольствие То есть, эти вещи Это называется Драматическое перипетие А если человек Если вы хотите вызвать у него эмоции Вы должны его раскачивать То есть, это означает, что Вы раскачиваете Люблю Да? Не люблю Хочу Не хочу У него это постоянно Идет Это Идет постоянно Такая раскачка Люблю Не хочу Люблю Не люблю Нравишься 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 Да? Дал Забрал Все это Принцип раскачки Необходимо Чтобы человек Вовлекался Сильнейшим образом В процесс Необходимо Чтобы это шло Все ваше общение Шло по Вот этим вот Волнам Да? Здесь Важный вопрос Все задают По поводу негатива По поводу негатива Многие люди имеют Предубеждение Что негативные эмоции Это плохо Многие люди думают Что если человеку Дать негатив Или если его послать Да? То это неправильно Да? По какой причине Так думают? Кто знает? Бояться потерять Так, бояться потерять А еще почему? Общий принцип общения Говорит о чем? Что человек должен быть Постоянно с тобой В комфорте Правильно? Да Так, да? То есть все принципы Коммуникации В обычной жизни Это задачи Какая? Чтобы вы находились В комфорте С собеседником Правильно? А мы чем занимаемся? Дисколько А почему? За рамки Чтобы раскачать Единственный вариант Единственный вариант Чтобы человек Не уснул Да? Это Единственный вариант Это Что? Что это? Что? Единственный вариант Что сделать? Вывести его Из зоны комфорта Почему? Не запомнился Люди Испытывают Эмоции Только вне Зоны комфорта Исключительно Да? Иначе Не будет Испытывать эмоции Это общий принцип Этот принцип Известен уже Три или там Шесть тысяч лет Давно уже известен Да? Принцип Людей Которые занимаются Постоянным вызовом Эмоций у людей Людей Которые пишут книги Людей Которые делают Драмы Может быть кто-то учился Здесь на режиссерском Там на сценариста Или Все проучились уже Да Значит Смысл в том Что люди Лучше всего И круче всего знают Не психологи об этом А люди Которые делают кино Или люди Которые Шекспир Лучше всего знал Это Да? Пушкин Лучше всего знал Это Есть такая Важная вещь Эмоции У людей Чтобы вызвать эмоции Необходим Перепад состояния На противоположное Чтобы вызвать эмоции В жизни Необходим Перепад состояния На противоположное Это знает Любой драматург Абсолютно Тот кто хочет Вызвать эмоции У человека Если ты не будешь Это делать То в этом случае Ничего не получится Да? То есть Обязательно Должен быть Перепад состояния На противоположное Хуже всего Это вот это Это хуже всего Значит Соответственно Если вы хотите Начинать раскачки То вам можно Начинать С любой эмоцией Да? Вы можете Начинать с позитива Вы можете Начинать с негатива Можете Человека Загнобить И опустить А потом Его поднять Это единственный Вариант Как человек Раскачивается И получает счастье Да? То есть Известно следующее Что если человек Не побывал здесь Это известно всем Драматургам В всей истории Человечества То он никогда Не окажется здесь Единственный вариант Как вызвать Сильнейшие эмоции Вот в любой драме Там в любом кино И так далее Это что? Это драматическое Перепетие То есть Например Ромео Джульетта Да? Стандартный пример Да? Сильнейшая любовь Почему? Потому что нельзя Нельзя раз Да? Нельзя раз Он проникает на бал Он на балу Ее встречает Его могут за это убить Он рискует Он выходит из зоны комфорта Рискует Идет на риск Дальше видит ее Хочет ее Узнает Что она дочь Его Значит Враждебной семьи Убивает ее Брата Да? Она в шоке Да? Понятно И здесь Вот вся энергия Шекспировских драм Она вся основана На вот этой истории Да? То есть Если не будет Постоянно у тебя Трепыхать сердце От того что Что-то происходит Да? Конфликты Или действия Какие-то жуткие Да? И так далее То Ничего Ты из себя Не высоснешь Никаких эмоций То же самое Но почему-то Есть одна особенность Важная Чем отличаются Кино и романы От реальной жизни В романах и кино Это все так В реальной жизни Человек бежит от этого Человек будет бежать От дискомфорта Он будет бежать От того Чтобы войти в конфликт Ну третий Третий Это Конфликт Или здесь и сейчас Или здесь Здесь и сейчас Реальность Реальность Действия У вас это так называлось Действия Вот эти принципы Важные Что такое Конфликт Для нас Каким образом Мы это понимаем Люди Которые вызывают Эмоции у других людей Нам очень важно Чтобы человек Был в действиях В какой ситуации Человека Можно загнать действия Люди все Ленивые Они не хотят Ничего делать Мужик Ничего не хочет делать Женщина тоже Ничего не хочет делать Хочет сидеть на стуле Хочет жрать Хочет пить Хочет комфортной жизни Что нужно для того Чтобы она начала действовать Что? Да Какая лучшая мотивация Лучшая мотивация Это конфликт Это лучшая мотивация В реальности В действиях В конфликте Проявляется характер Человек Становится настоящий Вот это очень важный принцип Который тоже все знают Прекрасно Те, кто связаны Каким-то образом С вызовом эмоций В людях Вы говорите одно А действуете вы иначе Вы вышли и рассказали Я такая Каждая нарисовала здесь И сказала Я такая Это нормально То есть мы хотим Как-то нарисоваться У нас есть образ Мы в этом образе Должны выступать перед людьми Зарисовываться как-то Но какая она На самом деле Выясняется только где В ситуации В действии Вы приходите К психотерапевту Например Это очень любимая игра Которую я очень люблю Засылать охотницу К психотерапевту Вот Ну понятно Параллельно Ты проблемы порешает Там с родителями У тебя в мозгах И так далее Но Вы приходите к психотерапевту Психотерапевт Он находится в комфорте Да Он тебя Тестирует Траляля Что нужно для того Чтобы его соблазнить Что нужно Чтобы соблазнить Психотерапевта Любого Врача Раздеться У тебя всегда Только раздеться А еще есть варианты Кроме раздеться То есть надо Заставить его Действовать Каким-то образом Понимаете Что-то он должен Делать Начинать Он должен делать А что нужно Чтобы он начал Что-то делать Нужно поставить В ситуацию С которой выкрутиться Не может Он должен действовать Раздеться Это вариант Он что-то должен делать Начинать И тогда он начнет Проявляться Иначе он будет сидеть Бубнить Бла-бла-бла И так далее То есть ничего хорошего От этого не будет Вы должны привести Человека в действие Любого человека То есть Вытащить из него Заставить разруливать Что-то Конкурировать за тебя В конфликт В конфликт В конфликт К страху В конфликт Все время Постоянно Если вы будете Действовать таким образом То человек Будет Начинать Переходить Из транса В реальность Потому что все люди Находятся в трансе Всегда постоянно Постоянно Вы все в трансе Мы все в трансе Мы все в виртуальной Реальности живем Да Там контакты Общение Книжки Фильмы И так далее Мы практически Не живем В реальной жизни Практически не живем Да Вот Сука Действуй прямо сейчас Вот что-то Ты должна сделать Должна придумать Да Вот эти три Важнейших Составляющих Являются Основой Для вызова эмоций Вашей Это основная задача При том Когда ты Хочешь вызвать эмоции Ты должна Помнить всего Три вещи Постоянный вопрос Ответ Постоянная интрига В твоих действиях Неожиданные действия Изменение состояния На противоположное И заставлять человека Быть здесь и сейчас Здесь и теперь Вот в эту Сию минуту Реагировать на что-то Вот это Вот три Если вы Сможете Постоянно Всего лишь Три принципа Постоянно Реализовывать Все время То у вас Вы будете вызывать эмоции У всех людей Вот рассказал Все просто Да Все понятно Какие здесь проблемы Первая проблема Не могу В конфликт Человека Загнать У меня у самой Жопа Комплексы И так далее Не могу Значит Секса Боюсь Раздеться Боюсь Он же трахнет меня Все Капец Комплексы Да Сама действовать Боюсь Потому что Сама всю жизнь Бежала от конфликта Соседка Постоянно Что-то делает То что мне не нравится Ставит мусор Там у меня В этом самом В подъезде Меня это раздражает Но я годами буду Это терпеть Да Дальше значит Мужик Который там Постоянно меня бьет Годами буду это терпеть Тут была телка Одна У которой мужика Постоянно бьет Она сюда пришла И сюда Больше не пришла Да Она будет еще годами Это терпеть Понимаете И она не живет То есть реально Она не живет А она существует Она выживает Ну Два основных понятия Выживание и жизнь Вот выживание Это то что Ты удовлетворяешь Инстинкты Пытаешься выжить Пытаешься выйти замуж Там Пытаешься получить дом Который тебе не нужен Машину Которую тебе не нужен Самолет Люди остановиться не могут У меня одна клиентка Недавно сказала Я хочу Алекс Развести человека на самолет Мне это нужно И она мне три часа Объясняла Почему ей это нужно Зачем ей нужен самолет Я говорю Ты знаешь Сколько он стоит содержать Миллион баксов в год Ну ничего страшного Можно зарабатывать Миллион баксов Но он не нужен Вбила себе в голову Почему Она живет В виртуальной реальности Вот здесь проблема Мы живем в виртуальной реальности То есть мы не живем Действиями в реальности Мы живем в виртуальной реальности Виртуальная реальность Эго идеала Значит Она нарисовала себе Эго Свой идеал Я такая крутая телочка С самолетом Я такая там Вы Каждый из вас нарисовала Я такая крутая телочка Сижу значит На рублевке В доме Там собачка бегает Дети там ходят Все И тогда я буду счастлива То есть Это на самом деле Стандартная Фишка Которую Любой психотерапевт Там привязывается К этому сразу же Молниеносно Да Когда Выполнятся Такие то условия Тогда я буду счастлива Откуда это берется Знаете Откуда это берется Родители ваши Сказали вам Чтобы Быть счастливой Надо И дальше Та-да-да-да-да-да Он говорит Надо Чтобы получить счастье Много работать И ты Думаешь Чтобы жить Надо работать Стандартная фишка Разбирается На любом На любой психотерапии Которую Вы приходите Вам Ебут мозг Да И после этого Вы там становитесь Лучше И все такое На самом деле Действительно Это так То есть Это проблема Мы немножко Другими методами Все это делаем Да Нам не надо Ебать себе мозг 40 сеансов Для того Чтобы это все понять А у нас Реальность в действии То есть Мы пихаем людей Под жопу В реальность Говорим Пошел делай Да Он делает и говорит Бля я все понял Все Одна практика Я все понял Есть одна проблема С этим методом Что одна практика Он все понял Он все видел В себя Поверил Потом вернулся Обратно в общество А общество Ему говорит Не живи Не кайфуй Будь бедным Будь несчастным Вообще Ты не такой Ты в секте Пошел в жопу И человек такой Думает Да А человеку то нужно Общественное признание Правильно Да То есть Ты приходишь К своим родителям Они тебе говорят Ты отделался Как шлюха Ты там Делаешь что хочешь Ты получаешь удовольствие Просто так Нельзя Нельзя просто так Получать удовольствие Ты не можешь быть Просто счастливой Ты все кто попал А ты дура Тупая Все Значит бросай все И будь проблемный Тупой Больной Тогда мы тебе поверим Что ты настоящий Ну это большинство Понимаете Дело вот в чем Если бы вокруг вас Вы возвращались вот сейчас Из тренинга В окружение Брэнсона Там Баффета Гейтса Заебись Люди бы вас любили Эти да Потому что они как раз Мыслят Ну понятно да Когда человек Схватил успех за хвост Вот И начинает Идти там с ним Он сразу очищается От всех Всего этого говна Вот Ну там тоже есть свои моменты Вот разница психологии Гейтса и Баффета Знаете в чем Баффет Живет чтобы Кайфовать Гейтс живет чтобы работать У него У него как раз таки Скорее всего Вот такая фигня в голове стоит Что Папа или мама Мы сказали Хочешь быть счастливым Работа Но становиться тупо не может Уже до хера заработал Остается сука Все равно не может Продолжать работать Потому что внушение Такое сделали Да Но Наша тема в чем Наша тема в том Что через Так уж получилось Что через тему Мы отвечаем на основной вопрос Как быть счастливым То есть Каким образом Кайфовать Вам уже говорили Да Что охотница делает Для счастья Нужен тебе дом Для счастья Кто Кто скажет Вот кому нужен дом Для счастья Что вам нужно Для счастья Скажите пожалуйста Мать Так А еще что Мечта Сон Еда и секс Сон Что Сон Еда и секс Так Тепло Ничего не нужно Вот все ответы Неправильные Ничего не нужно Для счастья Значит Почему Когда рождаются дети У нас Вот здесь Значит С этого момента Мы начинаем Задумываться о том Что сделать Для того Чтобы очиститься От этого И начинать кайфовать Если я вам этого Не объясню Вы обратно Возвращаетесь В ваше общество И вы получаете Обратное Сейчас я вам расскажу Что Значит Вот общество Когда человек Вот ты такая Классная С волосиками С глазками Рождаешься Такая вся Хорошенькая И даришь людям Счастье И все такое Ну изначально Не все так просто На самом деле Не просто ты рождаешься И даришь людям счастье Ты рождаешься Вы рождаешься Ты хочешь обратно В вагину Попасть Потому что она теплая Она тебя кормит А тебя заботится Тебя оберегает Да И значит Из вагины Из этой Раз И ты хочешь обратно В вагину Почему ребенок плачет Верните меня обратно Да Он говорит Она была классная Вагина Она меня кормила Тут какие-то звуки Там какие-то И так далее Да И значит Ребенок пытается Обратно вернуться Мама всячески Изображает эту вагину Причем очень важно Чтобы мама сразу Его получила А что делает Уносит нахер Обычно Да Но это неправильно Конечно Вот Мама изображает Эту вагину Ребеночку Хорошо Ребеночек растет Ребеночек растет В ментальной Вагине То есть Ментальная вагина Это мать Вот насколько Важный момент Есть Что когда ребенка Перестаешь гладить Тактильно Обращать на него Внимание Это называется Что? Кто знает? Кто знает? Поглаживание Эмоциональная Называется Эмоциональная изоляция В случае эмоциональной Изоляции Возникает Серьезнейшая вещь Да Человек начинает Отказывать иммунитет У него начинаются Какие-то непонятные Болезни И так далее Да То есть Ему необходима вагина Вагина Образно Это поглаживание Охот и так далее Да Значит И получается Что в дальнейшем Он от мамы уходит В детский сад Что там в детском саду Он начинает встречать Кого? Людей Он хочет Этот человек Или ты там Да Ты хочешь Чтоб тебя регулярно Поглаживали Гладили тебя Гладили тебя Гладили твое эго Тебя там Говорили Какая ты классная Плюсовали Да И говорили Какая ты хорошая Да А с другой стороны Когда ты что-то не так делаешь Да Они тебе в жопу Вставляют Что? Негатив Минус Да И вот плюс-минус Таким образом А ты жених А что такое минус? Что такое минус В этом случае? Это эмоциональная изоляция Ты эмоционально будешь Изолированный Если будешь Себе не так как-то вести Да Ты конечно боишься Остаться без вагины Естественно Да То есть только Очень просветленные люди Отшельники Могут быть в эмоциональной Изоляции Да Уйти в горы Сидеть там Молиться там Медитировать и так далее Это вот самый высший уровень К которому все стремятся Да А Действует так Как хочет общество Но в обществе есть что? Правила Законы Понятия Да Законы Необходимость И так далее Значит теперь Что здесь находится? А здесь Находится ты Я Твои Внутренние убеждения Внутренние убеждения Инстинкты Инстинкты Да Потребности твои Высшие убеждения Высшие убеждения Внутренние ощущения Да Того Как правильно Действительно должно быть Как ты должна Действительно себя правильно вести Да Соответственно С этой стороны Ты получается Находишься между двух огней С одной стороны На тебя давят Да А знаете что Очень важное здесь есть Здесь есть Важное хочу Есть важное хочу Человек Больше остальных Живых существ Хочет секса И мужчина И женщина Это отличает Очень сильно человека Да Один психолог Марио Якоби Ответил на вопрос Почему люди Начали закрываться Почему люди Начали стесняться Своих половых органов Ответ Очень интересный Знаете какой Почему Как вы думаете Почему люди Себя стесняются Ну скажи уже Скажи Почему люди Стесняются Я на самом деле Я считаю Что это просто Один из рычагов Правления Человек Чем можно Так я считаю Я вообще не воспринимаю Вообще Это то что каждый из нас Даже я там Или кто-то еще Аристотель считает Не имеет никакого значения К реальности Вообще Да Никогда так не говорите Это Ненаучно Это вообще фигня Когда я Причисляешь к чему-то Плохо очень То есть у нас нет я У нас есть мы Мы за то что все и близь Да Вот Это лозунг коммунистический Он всегда позитивен Вот А я Это индивидуальность Как раз таки Вот это я считаю Это и есть Корень зла Оттуда Закрыл Свою письку Закрыл Свою письку И я считаю Если всех раздеть Да Все одинаковые Мы все понимаем Что все одинаковые Но в одежде все разные Да Значит Если всех раздеть Все одинаковые И мы понимаем Что Что происходит Когда всех раздеть Мужиков и женщин Как вы думаете Что будет Да Будет орд Нет Смотрите Если всех раздеть Если лишить всех RAD Предрассудков Да И так далее То будет орги И человек будет делать То что он действительно хочет Потому что человек Очень сильно хочет секса Он очень сильно хочет секса По сравнению С остальными живыми Существами на планете Человек очень сильно хочет секса Гораздо сильнее, чем любая другая обезьянка Крыска и так далее Это факт У обезьянки бывает раз в полгода желание секса У львицы раз в сколько-то месяцев Не помню точно желание секса Как раз у них хоргия происходит Львицу жарят все самцы В прайде и так далее А у человека каждый день происходит желание Каждый день Для того, чтобы не получилось неприятной ситуации Которой мы идем Что все иблись Неприятной для общества ситуации Общество контролирует фиговым листом Грубо говоря, как он там рисуется, не помню Но это больше на лист конопли будет похоже Вот оно, я То есть закрыл и закрыл И вот это все закрыл И дальше значит Теперь рассмотрим Понятие, что такое удовольствие Как вы думаете, что такое удовольствие Что значит удовольствие В какой ситуации человек получает удовольствие В какой человек ситуацию получает удовольствие Нет Точнее всего Аристотель сказал Удовольствие это Погружение души в ее естественное природное состояние Движение души в ее естественное природное состояние Значит Вот давайте сделаем эксперимент Возьмем мою собаку У меня была собака У меня был попугай, собака У меня много животных разных было Я на них ставил тоже эксперименты Вот попугай всегда, когда его возил на дачу Норовил вылететь из клетки И обратно, сука, не хотел в клетку Он пел Он кайфовал Он, значит, птиц задирал других Он летал по всей даче И его пытался словить, захерачить в клетку И вот так перло Его очень сильно перло Вот это метафора, да? Это мы Мы находимся в клетке В клетке Клетка называется общество, да? То есть законы и так далее Значит Мы движемся в свое естественное состояние Мы хотим оказаться в естественном состоянии Но есть законы Есть правила приличия Есть то, есть все Есть родители и так далее Очень много всего У кого этого больше Тот больше всего несчастный Кто сможет как-то Каким-то образом уменьшить это воздействие Да? Станутся счастливы, счастливы, счастливы Идеально счастлив человек должен быть где? На природе То есть там свежий воздух Свежая вода А вот почему в Швейцарии говорят Лучше всего жить? Да? Реально А кто был в Швейцарии? Поднимите руки Кто считает, что лучше всего жить в Швейцарии? Ну там единственное скучно Там нет конфликта Вот смотрите Ааа Не дает нам ни хера, короче Это все Потому что конфликт нужен, да? Нету Швейцарцы ни с кем не конфликтуют Они все хорошие Там попробуй качни кого-то Я качал Ох Сразу Но они живут Вот их комфорт Это гробы Но Гробы При условии Почему они до сих пор живут там? Если бы была экология в Швейцарии Такая, как в Москве Давно бы случилась революция Но они там живут Потому что они могут кайфовать Они дышат свежим воздухом Они пьют чистую горную воду Да? Швейцарцы У них идеальная экология У них машины Значит Кислородом Пердят Они Извините меня этим ЦО 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 Значит Поэтому Закрыли 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 Да? Но нифига Нифига Не получается закрыть Хочется Это сильно действует Значит На нас Да? Поэтому мы пытаемся Как бы Быть счастливыми То есть Душа должна идти В естественную природу Вот собаку я говорил Да? Собака у меня чувствовала Когда я собирался ехать На природу Брать ее с собой Она чувствовала Бегала Как в жопу Ужаленная По всей квартире Радовалась Потому что она чувствовала Я собираюсь куда-то на природу Да? Обратно Приезжаем в Москву Пошла Значит Хвост поджала Да? Почему? Естественное природное состояние Дает удовольствие Значит Удовольствие ты получаешь Когда все естественно Это ради этого Значит Люди же живут Правильно? Ради этого живут Люди Чтобы получать удовольствие Они живут ради удовольствия Значит Каким образом управление происходит Тебе запретили получать удовольствие И говорят Хочешь получать удовольствие Делай то-то-то-то И получишь удовольствие Никто не говорит Что можно просто так Получить удовольствие Просто так Прямо вот сейчас Взять и кайфануть Да? Ну если сейчас вам дать Взять и кайфануть то тут оргия начнется, а я один, поэтому мне страшно, вот, поэтому, понимаете, да, то есть тоже есть ограничители, да, там, мужик один, или, значит, мужиков несколько, но работать нужно, зарабатывать, идти динозавра убивать и так далее, значит, ну, а, соответственно, необходимость, да, по Аристотелю, это противоположное удовольствие, потому что она неестественна, да, она неестественна, поэтому удовольствие не приносит, вот, теперь, Теперь, следующий, значит, момент, в нас есть три эго состояния, как в психиатрии это известно, да, у нас есть ребенок, родитель и взрослый Удовольствие получает ребенок, да, ребенок, он беззаботный, счастливый, ему по кайфу все, он чувствует жизнь, и самый главный принцип ребенка, он живет здесь и сейчас, вот здесь и сейчас, значит, Он находится в пространстве и реагирует только на то, что в этом пространстве, да, он бегает, наслаждается жизнью, дальше вы развиваете ребенка Тупые родители говорят, не кайфуй, тупые родители говорят, хочешь кайфовать, заработай, хочешь кайфовать, купи себе машину и потом кайфуй Папа, у тебя же есть машина, я могу ее разбить, ни хера, купи свою, работай много, зарабатывай, значит, сынок, а потом будешь избивать свои тачки А для того, чтобы работать много, тебе надо в армии отслужить, в универе отлучиться, и на хуй надо, все Ребенок не хочет этим заниматься, да, он говорит, да пойду поиграю с девочками, идет в песочницу, да Соответственно, задача для того, чтобы максимальный кайф испытывать в отношениях, в любви, в чувствах, откатиться к пяти годам До пяти лет, вот наше идеальное состояние до пяти лет Вот пять лет, это заканчивается, кончается определенная стадия полового созревания, да Мы начинаем закрываться в пять лет, причем делали эксперименты, начинаем закрываться без воздействия людей, просто вот сами по себе, вот так вот Как произошло эволюционно, непонятно, но человек начинает закрываться, бабах закрылся, да Все, стадия полового созревания там очередная, отсчитал там, психотерапевт сказал, все, ребенок нормальный, да, он закрывается Вот, когда мы вас учим не закрываться, что происходит с вами? Откатываетесь, вы откатываетесь в пять до пяти лет, начинаете кайфовать Вышло здесь, не закрылось, все, значит, ну, здесь что вот в обществе? Секс, секс это грязь Секс это грязь Член, да, источник удовольствия, сейчас, подождите Источник удовольствия выглядит вот так Это источник удовольствия Что мы знаем про этот источник? Он грязный На данный момент, да? Срамной Ну, в обществе что? Я не знаю, что в ваших головах Срамной Что еще вы слышали про член? Больной Вонючий, да, вонючий Что еще слышали про член? А? Не стоит Не стоит, ну и что, поставь Не стоит, это тебе, тебе минус Что еще вы слышали про член? Болоса Извините Некрасивый, блять, как может такая хуйня быть некрасивая? Он же улыбается вам Вот, это позитив Член Это плодородие и так далее Есть, кстати говоря Религии где-то в Таиланде Храм членов Там огромные члены стоят Кто был? Видел, да? Во, люди здоровые были тогда Когда Культ члена был, да? Значит Но, как только мы Перечеркиваем это То есть мы говорим Вонючий, грязный Срамной, больной Чего у вас? Анаргазмию начинается Религии не позволяют Ебаться Ну, извините Тогда Идите молитесь К сожалению, да? Дальше что? А знаете, что еще интересно? Вот есть люди такие Ну, просто Я не знаю Таких людей создают Бедные люди Мне их жаль У нее там один мужик В силу вот этого Вот этого всего Да? Ей сказали Ну, у вас таких дохрена Тут в группе я видел, да? Ей сказали Секс это грязь Там, да-да-да-да-да Значит Закон и необходимость И у нее вот что происходит Отношения могут быть только так И она рисует Эго-идеал отношений Я, дом, машина, собака Собака Там, не знаю, что еще Дети Дети там Пальма, остров Там она выезжает Вот, она рисует Значит, карту удовольствия, да? Ни хера так не получается И что? Она к этому идет 25 лет К моменту дохождения до этого Функция получения удовольствия Отказывает Физиологически Потому что, если ты не получаешь удовольствие Вот любой сексолог говорит Что? Говорит Функция должна работать регулярно А вы со своей религией Долбоебы приходите Они бы так и говорили Если бы им можно было, да? А вы со своей религией Со всей херней приходите к нам Лечить венерические заболевания И нерегулярные функции, да? Имеете с этим, сука, проблемы Достали уже, сука Но они не могут Сказать так Сказали бы Вот Значит Один раз у меня была проблема Давным-давно Я к Крапопорту пришел И говорю Саше, говорю, нормально Что мне крышу сносят от секса Шестью, семи женщинами Я уже не могу Он говорит Абсолютно нормально Говорит Ты здоровый человек Но общество Откуда-то решило Что они имеют право Диагнозы ставить Не учившись в мединституте Да? И говорят Это больные люди Кто больные люди? Мы больные люди? Сейчас, блин Сколько раз подтягиваетесь? Ноль Сколько раз отжимаетесь? Ноль Сколько можете кончить За секунду За минуту За Там С женщинами? Ноль Кто больной человек? Я? Или вы? Вот Ну, соответственно Есть наука Вот Я ученый Да? Я не верю во всю эту херню Я ученый Вот когда докажут Что Иисус существовал Тогда я поверю в это А пока нет четкого доказательства Я ни во что не поверю Да? Никогда Значит Я не поверю, что секс это грязь И что член это плохо Потому что член создан кем? Создателем Создателем кем-то Чем-то Чем-то Что мы не знаем еще пока что Да? Член создан этим И писька твоя создана тоже этим И так далее Да? То есть, соответственно И получается, что действительно Секс это основной мотиватор То есть, косвенно Нашими всеми мыслительными процессами Управляет секс А вы любите в кармане? Ну, фильмы проеблю, да В этом ролике есть скрытый Экзистенциальный философский смысл Да? Вот И ты нарисовала это А удовольствие у тебя не здесь находится А здесь А ты Тебе сказали, что он срамной, больной, грязный, вонючий Да? И что тебе делать Ты начинаешь искать выход Из ситуации И вот она Динамика общества Вот она эволюция Общественная Вот она В чем заключается То есть, нужно это запретить Показать человеку, что ему нужно Да? Он будет думать, что ему нужно вот это И идти к этому всю жизнь Да? Но когда он к этому придет Он станет Что? Понимать, что ему нахер это не нужно Как уже сказано здесь было Да? Потому что он удовольствие мог получать Когда он мог получать То есть, он должен быть что? Здоровый Физически, да? Регулярный секс должен быть у него У этого человека Причем, что очень важно Бред сивой кобылы Регулярный секс с одним мужиком Там, мой единственный любимый Все такое Зомби одного человека Это человек Зомби одного человека Просто капец Это жопа Иногда зомби одного человека Доходят до такого состояния Называется любовь-мания Это лечится Это стало болезнью психотерапии Любовь-мания лечится А еще называется такая любовь Созависимость Созависимость очень крутая вещь тоже Тоже надо снимать Это если он уйдет Я не могу жить Все Женщина приходит к человеку Говорит А если этот мужчина уйдет Я не знаю, как без него жить Идиотка Ты получила созависимость Это никакая не любовь Да? Это все лечат всегда Вот Тоже Ну, народ неграмотный Не ходит никуда и так далее Мозг себе не парафинит Там Психотерапия, психология Хотя, если бы пришли Столько бы проблем И всех нашли Столько бы диагнозов Поставил психотерапевт Что мама не горюй Да? И родители тебя воспитали У них, знаете, как Вот, допустим Вот мой коллега работает Он говорит Я умею читать судьбу человека Значит, смотри Судьба человека Очень просто Предписание Предписание Контрприказание Дальше, значит Ограничение Убеждение Сценарий Вот он, сценарий И человек идет Психотерапевт Вообще Сейчас знает Будущее твое Ну, вперед уже Лет на 10 Почему? Надо выходить Из этой херни Значит, почему Наша система работает? Значит, почему? Система игры У нас решения Принимаются Не на основании Этого говна Предписание Контрприказание приказаний, предрассудки, убеждения, ограничения, значит, ля-ля-ля, тря-ля-ля, три рубля. Я считаю, я делаю так, я делаю то. Нет никакого я. Берется, что у нас в системе. Знаете, это потом мне коллеги сказали, что мы придумали универсальный выход из сценария. Называется монетка. То есть решение ты принимаешь на основании монетки. Если ты будешь принимать решение сам, на тебя действует куча говна, ты принимаешь решение всегда в одну сторону. Трахнуть. Все и как хочешь на зло себе. В кодексе важные моменты. Основные моменты, выведенные, причем из практики, потому что снята модель удачных очень людей в этой истории. Делать на зло. Что ты делаешь, когда ты делаешь на зло? Ты, когда делаешь на зло, рушишь, сука, свой сценарий, свой жизненный цикл в жопу какую-то к этой ситуации, которая никогда не случится. Знаете, что? В эмоциональном мире существуют трагедии. Много трагедии я видел и среди моих женщин, и среди чужих женщин. Когда женщина нарисовала у себя это, идет к этому, идет к этому. И не хочет видеть реальность. Вообще не хочет видеть. Внушила, сука, себе, что будет так и все. Я ей говорю, я не такой. Я мудак, я бабник. Она все равно будет верить в это говно. Идет, идет, идет. Пока, короче, ей реальность конкретного пинка в жопу не даст. Она не поймет, что это никогда не реализуется. И она становится дико несчастной. У нее возникает трагедия. Она, а еще она пять лет не трахалась. Например, да? Вот. И капец. И смотришь на этих людей. Больные люди приходят к людям, да? И, значит, у меня есть один психотерапевт знакомый, который консультирует очень высоких чинов жен. Ну, там такие, значит, очень высокие менеджеры российские, да? Их жены приходят. Он говорит, блядь, Алексей, я хотел бы сказать найди себе любовника. Ну, меня за это убьют. Говорит, понимаешь, да? И мне приходится. Она приходит, бах по голове. Опять приходит. Бах по голове. Облегчил опять. А он ее не ебет, потому что ему 45. У него не стоит. Ему его завод важнее его жены. Сто раз. Как сказать? Вот я человек, который может говорить правду вам. Мне срать на ваших мужиков, которые там что-то как-то, да? Первое, значит, важные принципы существования. Вы не можете приезжать к мужику. Никакому. Хотите, что хотите, то и делайте. Захотела кого-то, пошла, отдала. Вот принцип охотницы, да? Охотятся же вот для себя, а не для него. Получив созависимость с ним и вступив с ним в эту связь, да? Охотятся живет для себя. Ты принадлежишь только себе. Есть ты. Вот это вот открывается у нас на наших тренингах, да? Вот это открывается, а вот это нахер. Это не нужно, да? Вы уже умеете. У вас есть вот эти роли, которые очень хорошо развитые. Вы как-нибудь научитесь там с обществом, ну мы вас сейчас будем учить этому, да? Как с обществом совладать, чтобы оно тебя не посадило в тюрьму там и так далее. То есть, чтобы грязью тебя не поливали и так далее, да? Вот. И что происходит с такими людьми? Они начинают им управлять. Люди, которые научились получать удовольствие, стали детьми, да? Научились кайфовать, начинают общество управлять. Они начинают понимать, что общество – это какие-то абстрактные мифические люди. То есть, ты думаешь о том, что есть какие-то люди, которые тебя ценят. Одна девочка, у нас была жуткая история в Монако, там одна девочка, значит, и так башню снесло от эффекта системы. Ну, мы научили ее всему. Она приехала, ее побивали шампанским за 6 тысяч евро. Мужик ей дал Феррари, она гоняла там по горам, да? Мужик катал ее на яхте там за 2 ляма баксов, давал ей эту яхту пролить, да? Мужик ей отвалил кучу бабла, у нее крыша съехала, и, значит, и капец, и у нее отказ системы произошел. Это я не рассчитывал. Великий комбинатор ошибся. А что случилось? Она, значит, что сделала? Все очень просто. Она решила остаться там. Мы, ага, хочешь остаться там, забрать все нахер, все. Значит, ее кинули там, она осталась, поняла, что ей жопа. А мужик тут неожиданно ее кидает. Вот мы уехали, кинули ее, и ее мужик кидает в этот момент. И она одна в Монако, и ничего не может. Все, капец. Она не может, потому что она еще зеленая в теме, она не понимает, что делать нужно. Ну, мы рядом, там все круто получается, а нас нет. Все херово стало получаться вдруг неожиданно. Потому что она не понимала, как мы это делаем, да? Мы делали, а она не понимала, как мы это делаем. Потому что еще зелененькая. И, ааа, что делать? А, меня кинули ребенок, я не знаю, что делать. И дальше происходит следующая жопа. Она, значит, начинает, мы близкие люди, да, как бы ей. Она начинает какие-то дрочеры писать ей ВКонтакте, что ты шлюха, ты снимала мужиков в Монако. Да ты шалава, у тебя такие фотки ВКонтакте. И она, значит, начинает нам выносить мозг и портить с нами отношения с близкими людьми. Потому что какие-то люди пишут ей ВКонтакте. А знаете, кто ей пишет ВКонтакте? Я знаю, кто сидит там ВКонтакте, у меня на стенах пишет. Капец, это все клиенты наши. Это все клиенты, это неудачники, это вообще черт знает кто. Это сидит Вася и пишет. У меня ни один из моих знакомых друзей не станет писать ВКонтакте какую-то херню, потому что у него куча дел, да, успешных людей. А всякие неудачники пишут. И вы, ориентируясь на мнение неудачников, ну, вы же не общаетесь с Брэнсоном, Баффетом и Гейтсом, правильно, да? Вы общаетесь с обычными Васями Пупкинами. Вы ориентируясь на мнение. Говорите, я не такая. Картинка, которая замерла, она никому не интересна. Сколько вы сможете на член смотреть? Я думаю, что, я вот оставлю вас, вы 15 секунд посидите, выйдите из зала, да? А что нужно для того, чтобы вы смотрели на него все время? Знаете, что нужно? Вот вы, это вот этот член сейчас. Каждый из вас, да? На самом деле. То есть, вы, не владея системой, не делая вот этих вещей, да? Ну, не вы, а конкретно, вот если среди вас есть люди, которые этого не делают. То есть, вот у меня есть серьезная проблема с одной девочкой, она боится выводить негатив. Я ей сказал, значит, тебе надо вывести человека в негатив, брось его. Сейчас свали от него, сделай так-то, так-то, но я не могу. Ему будет неприятно. Он минусы давать ей начнет, минусы давать начнет. Но, понятное дело, что минусы давать насчет, если зритель не будет волноваться, и зрителю не будет страшно, ему будет неинтересно смотреть кино. Так вот, наша тема, это кино. Вот, провожу аналогию. Это картина. Вы на картину смотрите в галерее сколько? И уходите, да? А кино вы смотрите, вот экран, он движется, постоянно меняется, и поэтому вы смотрите кино. И чтобы смотреть кино, и чтобы удержать зрителя, люди используют вот это. То есть, постоянные изменения должны происходить, да? Нужно человека всадить в какое-то шоковое состояние, дальше, значит, поразить его воображение, чтобы были интриги, постоянно вводить конфликты, да? Знаете, чем Тарантин отличается от остальных? Мы там разбирали на курсах Тарантина. За три минуты фильма было 13 конфликтов. 13 конфликтов, поэтому, сука, так охеренно его смотреть, да? То есть, чем больше у нас жизнь наполнена вот этой историей, то есть, вот, а как ваша жизнь должна идти? Вот так вот она должна идти, чтобы было интересно жить, да? И тогда ваша жизнь становится похожа на кино. И тогда по вашей жизни можно снимать фильм. И тогда вы становитесь сами увлечены своей собственной жизнью. Вам становится дико интересно жить, у вас все меняется. Но для этого вам нужно самой пойти к страху, конфликту, выходить за рамки. Значит, послать в жопу того мужика, который тебя бьет. Пойти с ним на конфликт, да? Пойти с соседом на конфликт, да? Разрулить его. Идти вот таким образом, да, к страхам. Но за пределами этого тренинга и этого зала, где мы тренируемся, и где мы должны структурировать ваши навыки. Потому что вы, каждый из вас становится мощнейшим оружием. Одна, каждая охотница, да, которая постигает эту тему, становится мощнейшим оружием по вызову эмоций, который работает по всем принципам драматургии, да? И таких людей очень мало. Таких людей мало. Или они ненормальные, сумасшедшие по жизни. Потому что такой принцип никто не применяет, да? Обычно вот я с киношниками, когда встречаюсь, они мне рассказывают. Все, сами ничего не могут. Я девочку, которая занимается тем, что она режиссер, да? Она все сама это знает прекрасно, все эти принципы. Сама так в жизни не может. Я говорю, иди знакомься. Она, ты что? Я беру, значит, раскатываю дорожку этого ронда, начинаю нюхать. Она, ты что, люди смотрят? Капец. У нее у самой дохера эмоций. Она смотрит кучу фильмов, она киноэксперт, но сама так делать не может. Вот важная наша задача, это перевести вас из состояния транса, из состояния, когда вы находитесь зрителями, в состояние активное, в состояние боевое, в состояние охотницы.